В эфире программа «Вопрос-ответ». Меня зовут Татьяна Цепелева. Здравствуйте. На весь мир прогремела трагедия со стрельбой в Казани. Выпускник Казанской гимназии объявил себя богом и убил детей. Трагедия произошла 11 мая. Жертвами 19-летнего парня остались семеро детей и двое взрослых. По всей стране сегодня усилили меры безопасности в школах. Что побуждает молодых людей и подростков браться за оружие и почему подобные трагедии происходят? Что делать и кого винить в беде? Соцсети, недостаток психологов или охраны в школах? Об этом мы сегодня поговорим с доцентом кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии Ростовского государственного медицинского университета Алексеем Переховым. Алексей Яковлевич, здравствуйте. Здравствуйте. На ваш взгляд, что движет молодыми людьми, которые идут на такое жестокое преступление? Движет такими людьми большое количество вариантов мотивационного поведения. Это значит, что причинами могут быть и чисто психологические причины. Это могут быть причины болезненные, достаточно часто. Это я как врач-психиатр могу сказать. Это могут быть причины социальные, связанные с определенными обстоятельствами жизни. Микросоциума в данном семье, в данной школе. Поэтому причин много. Но самая главная причина заключается в природе человека. Человек, по сути, существо достаточно агрессивное, жестокое. И в отличие от животных, у человека разум привел не только к достижениям, которые нам нравятся, но и к тому, что человек стал разумно и беспощадно уничтожать себе подобных, быть очень агрессивным. И изменить природу человека, конечно, не удастся. Задача общества, культуры только заключается в том, чтобы это уменьшить, минимизировать эти проблемы. Поэтому в данном случае, правда, учитывая слив информации, на мой взгляд, совершенно беспардонной, что уже в сети есть и допросы, что, на мой взгляд, свидетельствует о нецивилизованности нашего общества. Я в данном случае говорю не о средствах массовой информации, а о тех людях, которые это сняли и за огромные деньги передали средства массовой информации. В данном случае в интернет. Я считаю, что это совершенно не точно. Но даже потому, что мы уже знаем из описания жизни, уже из имеющихся интервью родителей, из самого внешнего вида и криков задержанного преступника, есть достаточно большие предположения, что у этого человека есть определенные нарушения психики, которые им и, возможно, и двигали. Мы не будем говорить о диагнозе, это смешно было бы без обследования и так далее. Но такие подозрения есть. Тогда, если это явное психическое заболевание, что выяснится только после экспертизы и после судебных заседаний, то тогда этот человек, по всей видимости, даже может быть признан невменяемым, и несмотря на желание, естественное желание родственников погибших, других людей отомстить, утомстить не удастся, потому что он не будет осужден, а будет направлен на принудительное лечение. Вот расскажите, это правда, что у всех жестоких убийц была какая-то психотравма? Это или насилие со стороны родителей, плохие отношения в семье? Это любимая тема, которую обсуждают и в обществе, и с подачей психологов. Да, действительно, для того, чтобы у человека появилось то или иное поведение, должны быть предпосылки. Но, к сожалению, большому бывает и наоборот. Бывает, что идеальная семья, все благополучно, но затем по каким-то причинам, вот тут чаще болезненным причинам, все меняется. Если же речь идет о людях, которые переносят неправильное воспитание, жестокое воспитание, безразличное воспитание, то у них увеличивается риск этого поведения, но это не является обязательным. Иначе бы тогда все выпускники детдомов, которые никогда не получают, у нас их сотни тысяч, которые никогда не получают ни истинной любви, ни истинной заботы, при съемном уважении тем, кто им помогает, воспитателям и так далее. Но среди этих людей, слава богу, нет такого количества убийц, садистов и так далее. Но это, конечно, является базой. Переносил ли этот молодой человек какие-то тяжелые психические травмы в детстве? Ну, это выяснит психолого-психиатрическая экспертиза подробная. Но несколько преувеличивается, конечно, психоаналитическими настроенными психологами, что все, мол, только детская травма, не изжитая. Хотя это возможно. А родители генетически могут передать ген насилие? Вот очень много говорят. Значит, я хотел бы сразу тут объяснить ситуацию. Это весьма распространенная точка зрения. Никакие поведенческие особенности не передаются по наследству. По наследству передается только предрасположенность каким-то видам болезней или каким-то видам, если это не о болезнях говорится, это может темперамент может передаться. Могут передаться какие-то способности генетические, передаться. Но передаться именно поведение, что человек, если в роду были самоубийцы, то передается ген самоубийство. Если в роду были убийцы, например, эти люди служили в концлагерях и сжигали других людей, то все их дети будут точно такими же. Это, конечно же, глубочайшее заблуждение. Но предрасположенность к каким-то состояниям душевным, психологическим, которые могут спровоцировать такое поведение, безусловно, да. Если вернемся к казанскому стрелку, в большинстве случаев вообще стрелки организуют в соцсетях утечку информации сами, дают намек на свое намерение. И в данном случае и этот казанский парень, он тоже выставил в социальную сеть пост, где рассказал о своих планах. Это бывает достаточно часто. Мы сталкивались даже с тем, что серийные убийцы, сексуальные убийцы, это немножко другой, конечно, вариант человеческой агрессии. Даже они иногда делали какие-то намеки, рисковали специально. Это зависит от различных особенностей. Надо изучать этого человека, что он этим хотел. В данном случае, я думаю, это было уже состояние болезненное, он терял определенную критику к своему поведению и состоянию, и даже инстинкт самосохранения страдал. Но даже самым тяжелым иногда психически больным людям нужна часто ответная реакция со стороны других людей, для чего они это делают. Возможно, он хотел получить какой-то ответ, поддержку, или наоборот, какое-то осуждение. Но опять, не могу вам сказать, для чего это делается, но делается это часто. Ну вот вы говорили о том, что и даже в хорошей семье может вырасти хладнокровный убийца, и многие задаются вопросом, вот почему, когда он видит пример хорошего поведения, любви, заботы. Ну, опять не могу вам ответить. Слово «хладнокровный убийца» к казанскому убийце никак не подходит. Совершенно. «Хладнокровный убийца» — это, ну, скажем, серийные сексуальные убийцы, которые там годами, десятилетиями это делают. Вот они хладнокровные относительно. Ну, хладнокровные убийцы — это огромное количество людей, которые добровольно идут сражаться в горячие точки, убивают других, как снайпер. Вот это хладнокровный убийца. Этот человек эмоциональный убийца. Он это все сделал не под влиянием, долго и нудно. Готовился. Готовился, я думаю, он очень недолго, судя по всему. Не годами он готовился. Чаще всего это и происходит. Вот, например, Чепмен, который убил Ленона под тем же соображением, но только он убил именно Ленона, тоже захотев стать богом, тот готовился достаточно долго, там, года полтора-два. А вот все известные убийцы в школах, ну, мы, конечно, больше всего знаем примеров из Соединенных Штатов, потому что они там все были, и сняты фильмы знаменитые, и обследованы были эти. Время подготовки достаточно недолго. Это максимум, там, два-три месяца. Крайне редко дольше. Крайне редко. Это его поведение целиком и полностью было связано, еще раз говорю, не с хладнокровными рассуждениями человека, разумными, а все это двигалось эмоциями, на мой взгляд, болезненными. Но это эмоциональное поведение, все его поведение эмоциональное, что иногда, кстати, позволяет, кстати, выступление его в соцсетях по этому поводу, что иногда позволяет предупредить, потому что если бы это было абсолютно хладнокровно, то он бы ничего не делал, и мы бы никогда не увидели, или бы увидели, но постфактум, например, человек кончает жизнь самоубийством, и говорит, а я оставил там-то, там-то, такие-то вещи, и после его смерти об этом сообщается. Вот это хладнокровно. А какие сегодня самые распространенные психические заболевания? Вы знаете, психические заболевания, самые распространенные, называются пограничными. Пограничные заболевания, это те расстройства, в первую очередь это эмоциональные расстройства, к ним относятся, предположим, депрессии, которые являются просто широчайше распространенными. Но они в данном случае к нашему делу не имеют отношения. А вот те заболевания, о которых можно думать в данном случае, вот в данном случае у данного человека, они встречаются с необыкновенной постоянностью. Это примерно там, ну в разных процентах, в зависимости от диагностики, это примерно от полпроцента до одного процента населения. Это не зависит ни от социального строя, ни от экономического положения и так далее, потому что эти заболевания детерминированы генетически, передается предрасположенность. А вот внешние проявления этих болезней определяются существующим, еще раз говорю, обкружающей жизнью. Если, давайте поговорим об агрессии. Вот откуда она вообще появляется и почему настолько вот агрессивны сейчас подростки? Агрессия заложена, помните, я бы с самого начала сказал, агрессия заложена в человеке. Мы с вами существуют животные. Был такой великий человек Фрейд, если я тут немножко оговорился, сказал, что психоанализ далеко не всегда все может объяснить, но в теории Фрейд был совершенно прав, что человеком двигают инстинкты. И человеком двигают инстинкты, а эти инстинкты контролируются уже то, что называется обществом, культурой и совестью. И вот в данной ситуации по разным причинам, я думаю, по причинам болезни, за счет изменения мировоззрения, совесть ушла, а те общепринятые культурные нормы для таких людей с такой агрессией не становятся уже тем ограничивающим началом. Ну, просто вам я могу пример привести, что как только, например, вот вдруг представим себе такую ситуацию, что по каким-то причинам временно, вот временно, изменились нравы, и, скажем, полиция, суды, прокурораты, умыла рука и делайте, что хотите. Ну, я условно говорю. Ну, те, которые контролируют режим. Мы же прекрасно понимаем с вами, что могут произойти неприятные вещи. И не только какие-то там погромы, чисто там, не знаю, вещественные. Ну, так, например, могут возникнуть национальные погромы, да, как у нас было в истории Чечи, там, еврейские, армянские погромы, там, да, ну, предположим. Или же начнется, там, не знаю, уничтожение по какому-то, там, не знаю, по принципу сексуальной ориентации давайте бить не только там жидов, но и гомиков и так далее. Есть такой фильм «Судная ночь». Есть, совершенно верно. Совершенно верно. Вот, вот видите. Отражает это. Поэтому истинная эта агрессивность заложена в каждом из нас. И то, что мы с вами, предположим, этого не делаем, это не значит, что у нас нет этой агрессивности. Но мы этой агрессивностью управляем, мы к этой агрессивности относимся, ну, вот в таком виде, конечно, агрессивности, конечно, когда там кто-то вас раздражает, и какая-то мелкая агрессивность присуща липокритически любому человеку. Так вот, человек здоровый и культурный это человек, который, в первую очередь, может справиться со своими инстинктами и своей агрессивностью. Он все равно может это переживать, но он не будет вредить другим людям. Алексей Яковлевич, а вот как противостоять агрессивным вспышкам? Ой, ну вы вообще говорите об агрессивном вспышке? Да, да. Трудно мне ответить, как противостоять агрессивным вспышкам. Предполагается, что в обыденной жизни, когда тебя подрезают на дороге автохулиган и показывает тебе средний палец, то в нашей культуре, особенно в нашей культуре, во всем мире, но в нашей культуре, это надо немедленно вылезти, показать ему палец, достать биту и так далее. Так самый распространенный вид. Сам козел, это самое минимальное, а то проявить агрессию. Но противопоставлять агрессии очень сложно, если она, скажем, исходит из людей, которые явно сильнее, которые явно тобой могут помыкать, достаточно сложно. Но это будет зависеть уже от конкретного человека, от его психического состояния, от его, опять же, взглядов, от его воспитания. А если речь идет о детской агрессии? С детской агрессией очень сложно. С детской агрессией очень сложно, потому что именно детская... Вообще-то формирование детской агрессии и большей агрессии, это семья, конечно. Школа, вот сейчас опять начнутся, я практически убежден, сейчас начнут искать крайних, ну и в семье тоже, но семья уже выяснилась, что они ничего не понимали, они переживали, он уже год там с родителями не разговаривал, он уже по бредовым явно мотивам считал, что его мать не родная. Это очень часто бывает при таких расстройствах. Но все закладывается в раннем детстве. И если эту агрессию человек видел по отношению, например, к маме или к сестре, или даже, бывает, к отцу, но это реже, и к себе, то тогда все это и закладывается. Школа только расцвечивает или повторяет то, что заложено в семье. Другое дело, что мы прекрасно знаем, что, ну скажем, детская агрессия, что можно рассказать о детской агрессии после великого фильма Орлана Быкова «Чучело». Там все написано, все понятно, все ясно. Бороться с детской агрессией – это воспитывать детей, это объяснять им, в частности, что человеческая свобода, человеческая неприкосновенность, не только физическая, но и психическая, это должно быть самым главным в жизни. Как уберечь своих детей в завершении программы? Все-таки те слова… Все-таки я два слова еще скажу, может быть, вы это используете. Что можно сделать, какова задача всех остальных, чтобы уменьшить риски. Начнем, мы уже с вами говорили, это вот то, что вы еще начали. Как сделать? Детей надо воспитывать. Детям нельзя детей запугивать и родителям, и в школе, что везде убийцы, везде там оглядывая себя по сторонам и так далее. И тому подобные вещи, но дети должны знать, что нельзя… Ну, во всех отношениях. Нельзя перебегать дорогу на красный свет, нельзя ходить ночью в каком-то странном районе, но в данном случае, в данном случае, вот именно в конкретном случае от поведения детей ничего не зависело. Как они могли это предусмотреть, дети? Огромное значение имеет, наверное, имеет внешний атрибут. Да, это охрана школ, которые сейчас проводятся. Это проверка всех, кто заходит, странных людей, не странных и необычных. Это, наверное, металлические детекторы, на которых там не хватает в школах, потому что ружье бы явно прозвучало и тому подобные вещи. И отношение к этому должно быть достаточно серьезное. Это не только в школах. В банках это делается. В банках это делается всегда. В банк ты оружие не пронесешь. Но давайте, чтобы наше государство, наши правители потратили бы деньги дополнительные на эти вещи. Это, безусловно, подготовка охранников. Они не наняты какие-то, иногда совершенно неизвестно, откуда люди, потому что им негде работать. Чтобы эта работа оплачивалась. Это, безусловно, работа в школе. Это учителей, психологов. Ну, в завершении нашей программы, что бы вы хотели, может быть, пожелать, сказать всем? Пожелать я хотел бы сказать. Во-первых, как и все, я просто, вот у меня внучка учится в четвертом классе, в таком же лицее, в большом, где тоже охрана. Я просто представляю себе ужас людей, которые, ну, в первую очередь, родителей, друзей. Мне бы хотелось выразить им сочувствие, раз. А во-вторых, мне бы хотелось средствам массовой информации, ну, не в вашем лице, а вообще, не как можно быстрее перестать делать из этого сенсацию, истерику, потому что есть такое понятие посттравматическое стрессовое расстройство. Это люди, которые пришли с войны или люди, которые пережили очень неприятные события. Вот если сейчас вот это все, вот эту вот всю пену поднимать, вот это вот все мусолить, какие-то непроверенные сведения давать, то люди, которые больше всех пострадали, это родные, друзья, и те, кто чуть не погибли в это время, в том числе и раненые, которые, надеюсь, выживут, им будет гораздо тяжелее выходить. Им нужна спокойная обстановка и помощь профессионалов. Профессионалы – это не средства массовой информации, это не журналисты, которые будут проникать сейчас в палаты и спрашивать, и рассказывать, а что. Это не информация, которую всех начнут расспрашивать, кто его знал, кто с ним учился, а это помощь, ну, в данном случае, просто вдумчивых людей, общественных организаций, и профессиональная помощь – это психологов и врачей. И я надеюсь, что большинству из них не понадобится помощь именно психиатров, что у них не возникнет после этого явных психических заболеваний, но помощь психологов, желательно все-таки клинических психологов, о чем я уже сегодня говорил, безусловно важна, безусловно важна. И это большое, это большое горе и неприятность, и то, что туда, все-таки государство хоть как-то реагирует, слава тебе, Господи, в правильном отношении, и то, что туда поехали министры, то, что там объявили день траура, это все правильно, и так должно быть. Но не надо после такого несчастного, страшного события немедленно принимать меры непродуманные, ненужные, которые только навредят. Алексей Яковлевич, спасибо, что обсудили с нами эту непростую тему, будем надеяться, что подобная трагедия больше не повторится. До свидания. Я тоже на это очень надеюсь, и до свидания, и очень надеюсь, что вот так, как вы меня спрашивали, и такое интервью принесет больше пользы, чем вреда. Спасибо большое. Это была программа «Вопрос-ответ». Меня зовут Татьяна Цепелева, и до встречи в нашем эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова